Руководство Черинского национального парка ищет инвесторов для развития экологического туризма. В открытом тендере могут участвовать любые отечественные компании. Главное условие – минимальное антропогенное воздействие на окружающую среду. На территории парка будут построены 12 объектов, которые должны существенно улучшить туристическую инфраструктуру. Общая сумма инвестиций составит около 4,5 миллиардов тенге. О том, каким станет национальный парк к 2026 году, расскажет наш корреспондент в регионе Григорий Беденко. Ближайшие годы одно из самых красивых и знаменитых мест юго-восточного Казахстана станет еще более доступным для казахстанцев и гостей нашей страны. Руководство Черинского национального природного парка ищет инвесторов для развития экологического туризма. Компания, которая выиграет тендер, должна будет в течение пяти ближайших лет вложить в создание новой инфраструктуры парка около 4,5 миллиардов тенге. Согласно генеральному плану, проект должен завершиться в 2026 году. В генеральном плане есть у нас 12 объектов, которые будут располагаться на верхней части каньона. Там будет визит-центр, глимпинг, кемпинг, еку-отель, ресторан, передвижной пункт питания и игровая площадка для детей. Самое главное требование к потенциальному инвестору – это минимальное воздействие на окружающую среду. Все новые сооружения в нацпарке не должны быть капитальными. Их необходимо строить из экологически безвредных легких материалов. Необходимо разработать систему безопасной утилизации жидких отходов и мусора. Кроме того, сами сооружения должны быть построены так, чтобы их можно было демонтировать в любой момент. Пожалуй, самая интересная часть проекта, связанная с национальным парком – это строительство моста через реку Черын. Он будет сооружен здесь, вот в этом месте. И должен соединить два очень красивых каньона – собственно, Черын и Тимирлик. В результате пеший маршрут удлинится на 17 километров. И, как обещает руководитель национального парка, он будет очень интересный для любителей горного трекинга. Общая площадь Черынского нацпарка составляет 127 тысяч 50 гектаров. Он включает в себя бассейн реки Черын с очень необычным и атмосферным местом под названием Долина Замков. Роща с массивом уникального Сагдианского ясеня. Малый каньон в бассейне реки Тимирлик. И сакские курганы тоже входят в состав парка. В настоящее время на этой территории действует 4 туристических маршрута. С развитием экотуризма маршрутов станет больше. Мы планируем соединить Черынский каньон и Малый каньон Тимирлик. То есть два маршрута соединить, сделать первый маршрут. Общая длина будет около 33 километров. Люди будут приезжать на Черынский каньон. Отсюда будет мост через реку Черын. И дальше уже пеший маршрут будет. Два каньона они могут увидеть. Малый каньон и большой каньон наш. В открытом тендере могут участвовать любые казахстанские частные компании. Земля будет передана инвестору в аренду сроком на 25 лет. Все его действия будут строго контролировать руководство парка и специально созданный общественный совет. Григорий Беденко, Кинжиам, Райф, Алматинская область, Хабар, 24.